МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поднимаю кожу и ввожу чисто подкожно. Вот. До щелчка. Чип под кожей. Просто, безболезненно. Корова и хвостом не повела. И, главное, надежно. Бирки, татуировки, ошейники имеют недостатки. Они срываются, пропадают, номера стираются. То есть происходит обезличивание животного. Микрочип этих проблем не имеет и позволяет абсолютно точно идентифицировать любое животное. Маммаш! Ты чего ревешь? Коженок меня сосчитал. А это что такое? Я научился считать. Вот послушайте. Один – это я, два – это черенок, три – это корова. Ой, теперь он и тебя сосчитал. Учет и контроль – главная составляющая любого дела. Получив пожизненно электронный паспорт в виде маленького чипа, животное становится как бы прозрачным. В общую базу поступают сведения о его состоянии, о проведенных прививках, о местонахождении и другая информация. Удобно, конечно. Знаете, какая корова, что, где, что, как, когда сдавать документ, брать. Технология чипирования давно опробована за рубежом. Оно в таком подкожном виде для сельскохозяйственных животных в нашей стране осуществляется впервые. В России идентификация животных микрочипами ведется уже несколько лет. Но основное животное, кого чипируют, это собаки, иногда лошади, иногда кошки. То есть те животные, которые выезжают за рубеж. В таких масштабах, как мы сейчас внедряем в Ростовской области чипирование крупного рогатого скота, мы в России первыми. Первыми в Ростовской области и бесплатно для хозяина за счет средств областного бюджета будет прочипирован молочный скот Песченокопского, Сальского, Пролетарского и Орловского районов. По программе борьбы с лейкозом на 3,5 миллиона рублей закуплено более 50 тысяч микрочипов. Разработана и внедрена в базу 1С предприятия программа «Ветэксперт», которая позволяет снять с микрочипа информацию и простым способом ввести ее в компьютер. Для этого, для того, чтобы внести данные или произвести поиск этого чипа, также животного, которых мы внесли в базу, производится сканирование чипа, сканирование штрих-кода. На штрих-коде указан номер штрих-кода, он из себя представляет. Первые три знака – это страна, Россия, остальное – оригинальный номер, который существует в единственном экземпляре. Чипирование животных будет затем проведено во всех хозяйствах области. Предполагается, что стоимость одной процедуры составит 150 рублей, что не ляжет большим временем на расходы хозяина, а пользу принесет немалую. Животное с паспортом станет легальным участником всех коммерческих сделок и добросовестным исполнителем требований санветнадзора. Рядом с Элистой и среди суховеев этой весной буря кроет пылью поля сельхозкультур в Ремонтинском районе. Не успели озимой освободиться от снега, как снова оказались под покрывалом земли. Таких катаклизмов местные фермеры не видели давно. Только посеяли, и пошли ветра, все выдувает, зерно выдуло, лежит, а зима я позасыпала пылью. Главное богатство ремонтницев – тонкорунная мереносная шерсть, которой без растениеводства не получить. Это и корма, и потребность районов зерновых. Причина шквалистой пыли – ураганный ветер и недостаток влаги. Весна здесь скупа на осадке. Урожай будет, но того, которого, например, даже по прошлому году будет трудно получить, потому что погодноклиматические условия вносят свои коррективы. Посевная в районе практически завершена. Фермеры высадили зерновые культуры, теперь на очереди поздние. Когда ветры утихнут, снова выйдут в поля. Началось все с личного подсобного хозяйства. В личном подсобном хозяйстве мы начали разводить брулеры. Понравилось. И задумка пошла на увеличение поголовья, объемов. Тут, значит, программы заработали. Федеральная, наша региональная начинающая ферма, семейная ферма. Подали заявку в Минсельхоз. Заявку одобрили, получили грант полтора миллиона. На этот грант купили птицу, оборудование. На свои средства построили это помещение. Ну, с закупкой птицы вопрос не стоял. Была уже отработана ПЛПХ. Завезли птицу, корм товарищ в долг давал. Ну, и так и началось. Порода сейчас самая, самая мощная, можно сказать. Коп-500. За 42 дня может набрать птица до 3 килограмм. Корм нужно делить по возрастам, по дням кормить. Этим кормом. Корм должен быть сбалансированный, питательный. От этого зависит и продуктивность птицы, и набор массы, и сохранность. Да, кормушечка должна быть на уровне крыла. Плюс их количество тоже должно соответствовать. 40-50 голов на одну кормушку. Если будет эта нагрузка меньше, то еще лучше. Вода. Вода автоматически. Для того, чтобы как бы и уменьшить здесь влажность. Если проточные появились, то это влажность большая. А во-вторых, не передаются никакие заболевания. Секленочек склюнул, капельку один. Другой подошел, уже свежую склюнул. Плюс я запустил кормоцех свой. Половина корма своего уже делаю. У меня уже удешевление на 20-30 тысяч лет. Так вот и группимся. Весна в этом году выдалась неспокойная. Но работы от этого у садоводов не меньше. Выращивать плоды на собственном участке – дело на дону настолько любимое, что даже в дождь очередь за саженцами. Сегодня приеду, даже в такую непогоду буду высаживать, буду сажать. На таких ярмарках дачники и садоводы собираются не только за покупками. Общаются, делятся опытом, спрашивают совета у специалистов. Свой павильон среди десятков торговых точек развернула служба, которая следит за здоровьем растений всей области. Сюда можно обратиться со своим вопросом. После сырой погоды зеленый налеток на деревьях очень такой остается, как грибок или что-то такое. Это у вас лишайники. А их только механическим путем? Значит, их механически. И обязательно после того, как вы механически чем-то ободрали, их со стволом, светом, потом обрыскать, иметь содержащий препарат. Главная особенность такой торговли – в одном месте и традиционные сорта, и новинки селекционеров. В этом году на приусадебных участках появятся крымские яблоньки. Молодые деревья прямо с полуострова. Различные сорта, которые будут расти здесь, плодоносить. Из новых сортов, то есть экзотические растения. Среди всего многообразия важно не потерять бдительность и не занести с новыми растениями болезни и вредителей в сад. За безопасностью такого товара на ярмарке следят сотрудники Россельхознадзора. Смотрим карантинный сертификат на физическое лицо. И что сейчас еще попросили? Сейчас попросили мы справку на посадочный материал, на сортовые качества. Безопасность же сада – дело рук самих садоводов. Они тоже имеют полное право попросить красноречивых торговцев подкрепить слова с сертификатами качества. Храм в переводе с греческого – священная ограда. В хуторе Обуховка Азовского района храм построили местные жители на свои деньги от торговли рыбой и виноградом. Уникальная его история. 150 лет каждый день двери этого храма открыты для прихожан. Даже в самые тяжелые для церкви времена, в советское время, после революции, в 20-е, перед войной, он выстоял, выдержал, потому что защищали его казаки. После революции рушились многие церкви. В октябре 1940 года местная власть приняла официальное решение и по этому храму. Вначале делегация активистов хотела проникнуть в алтарь и осквернить его, а затем и разрушить здание. Но хуторяне встали на защиту своей святыни. Местные жители вместе с детьми заходили сюда, в подвалы жили, в подвалах жили, жили в храмах. И тем самым храм сохранили. Это действительно заслуга жителей Обуховки, Казачьего Ерика, Дугина. Это люди, которые сохранили до ныне этот храм. Круглосуточно несли дежурство казаки, берегли храм. А потом началась война, и даже Сталин изменил свое отношение к вере. Братья и сестры обратился в трудную минуту к гражданам страны. Во времена Хрущева новый виток атеизма. Богоборческая такая власть была. Закрывали храмы, рушили их. Хотели навести, без Бога коммунизм построить. Вы же знаете, что людей, никогда верующих людей, невозможно от храма отнять. Не менее интересно и внутреннее убранство. Поражает обилие икон, многие из которых явно представляют и музейную ценность. Конечно, сегодня здесь тепло и не протекает крыша, как раньше. Под куполом новые окна, и сам купол позолочен. Отмываются и реставрируются закрашенные когда-то краской позолоченные оклады икон, старинный иконостас. Когда было гонение на храм, то хотели забрать этот иконостас и снять, потому что слишком дорогой, хороший, красивый. И люди, жители этой станицы, обуховки, взяли, покрасили, скрыли эту красоту бронзой. То есть сохранили фактически, но вам сейчас надо это реставрировать? А мы вот, я взял, да, я взял благословение, и теперь вот хотим реставрировать. И вот сейчас частями будем, частями будем восстанавливать. Я же там смотрю масляно-синяя краска. А мы будем, это все будет сниматься, это будет сниматься, будет снова левкасить. Намоленные иконы, паникодила со свечами, а не лампочками. Утварь и различные предметы передают дух истинной веры, которую отстояло казачье племя, и к которой, как к роднику, преподают паломники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова